Здравствуйте уважаемые друзья. Олимпийские игры в Париже, которые преподносились как триумф спортивного духа и международного единства, оказались самыми провальными в истории олимпийского движения. Проблемы с организацией, многочисленные скандалы, слабый уровень организации безопасности и разочарования зрителей, сделали эти игры настоящим кошмаром для всех участников и зрителей. Тем временем мировое спортивное сообщество поразил новый громкий скандал, французский легкоатлет сообщил о том, что у него пропали трусы в Олимпийской деревне. А австралийская спортсменка заявила, что наняла за свой счет массажиста, после проведенной ночи на картонной кровати. О новых, громких скандалах и неудачах Олимпийских игр в Париже, в нашем сегодняшнем обзоре. Ну а чтобы больше людей узнало об этом, и мы в свою очередь также смогли повлиять на ситуацию, ставь лайк, оставляй комментарий и подписывайся на канал. Как мы знаем Олимпиада в Париже, по самым скромным меркам, обошлась европейцам в 12 миллиардов евро, однако организация оказалась катастрофической, а экономить представители Олимпийского комитета решили абсолютно на всем. Спортсмены, проживающие в Олимпийской деревне, продолжают делиться впечатлениями от отдыха на картонных кроватях. «Провела первую ночь на картонных кроватях, а я уже прошла массаж, чтобы исправить ущерб», поделилась в социальных сетях австралийская ватерполистка Нэнси Кернс. Это не шутка Олимпийская кровать сделана из картона, раздосадован французский дзюдоист Жульен Брюлар. «Настоящие картонные кровати, они очень жесткие», отметила легкоатлетка Уитни Ти из Нигерии. В номерах и шаттлах перевозящих олимпийцев из деревни в город даже не удосужились поставить кондиционеры. Больше всего такое нововведение повергло в шок китайских спортсменов, которые поспешили пожаловаться на условия соотечественникам. В итоге командам пришлось за свой счет покупать устройства. Другие атлеты пожаловались на дефицит продуктов питания. Все дело в том, что организаторы Олимпиады решили ввести жесткие нормативы на некоторые виды продуктов. К тому же питание для спортсменов не отличается высоким качеством. Но самая громкая и сенсационная новость пришла из той же злополучной олимпийской деревни. Французский легкоатлет, готовящийся к соревнованиям, заявил о том, что у него пропали трусы и другие личные вещи. Пропажу спортсмен заметил не сразу. Возвращаясь с тренировки он захотел принять ванну, где и не нашел средств личной гигиены. Для чего похитителям понадобились трусы спортсмена не сообщается. Воришки не только роются в чужом белье, но еще и отчаянно пытаются украсть деньги со счетов. В частности, австралийский спортсмен Колин Бэтч заявил, что неизвестные обчистили его номер в отеле. Позже злоумышленники пытались вывести все деньги с банковского счета спортсмена, и речь шла о нескольких тысяч долларах. Для спортсменов со всего мира уже не секрет, что Париж это один из самых криминализированных городов в Европе. Тут и обычные дни туристы рискуют остаться без кошелька или телефона. И хотя организаторы убеждали всех, что очистят центр и стратегические районы от маргинальных персон, искоренить, то что идет веками им не удалось. Уже очевидно, что господин Эммануэль Макрон с треском провалил подготовку к играм, положив солидную сумму себе в карман. Столица Франции объективно была не готова к приему всего мира. В Акурат перед соревнованиями город будто бы намеренно превратился в помойку, столпотворение гниющих мешков наблюдалось даже на знаменитой площади республики. Это лишь малая часть всей проблемы. В один из дней после ливня из канализационных люков повылезали гигантские крысы, размером в домашнее животное. Оголодавшие крысы ринулись к ресторанам и кафе, в которых отдыхают болельщики. В Париже одна из самых больших популяций крыс в мире. Численность этих тварей превышает численность жителей столицы более чем в два раза, при том, что в Париже проживает свыше двух миллионов человек. До закрытия Олимпиады еще достаточно времени. Сомнений в том, что страна-организатор еще успеет удивить зрителей, участников и туристов, практически нет никаких. А всему миру остается только гадать, что выкинут в следующий раз Международный Олимпийский комитет и организаторы соревнований. Согласны ли вы с тем, что Олимпийские игры в Париже самые неудачные в истории, считаете ли вы столицу Франции городом любви? И смогут ли по вашему мнению переплюнуть организаторы Олимпиады пропажу нижнего белья, поделитесь вашими мнениями в комментариях.